Мы поймем, как ты в девятку тогда засадил. Всё, отстань, а я садил. Играет циничная. Но всё-таки есть фавориты. За Акбарс. Казахский Акбарс. Красава. И Спартак. Моего отбора на спорте сказал, что у меня сраные носки. Ждём вас. Всем привет, друзья. С вами Актур Страх. И сегодня мы находимся на матче Тут Роц и Бейс. Вот это финал медийной футбольной лиги. Я решил для вас немножечко поснимать контента. Вот, давайте ещё посмотрим, что здесь происходит, какая атмосфера. Так что подпишитесь на меня. Здесь будет очень классно. Давайте не знаем Романа Нагучева. Ром, можно у тебя пару слов? Скажи, пожалуйста, кто сегодня вообще, на твой взгляд, выиграет финал? Я думаю, что Тут Роц может сколько угодно, он, наверное, много лет пытался что-то сделать, но им предстоит решить на 20 минут. И если, часто говорят, они выиграют, потому что они заслуживают, потому что им много лет. в рамках отдельно взятого матча это ничего не значит. Я согласен. Поэтому, ну, я всё равно, мне всё равно кажется, что Тут Роц – фаболита, потому что это команда, которая, ну, скажем так, больше начинает профессионалей. Бейсменты мне нравятся тем, что они реально оправдывают своё название. Они футбольная вечеринка, они весёлые, они на лайтике, они у нас по кримичке. Но иногда это приводит к странным матчам, например, они били 3-0 против Роул и сыграли 2-3. Да, это было ясно. Да, и если сравнивать, например, просто по себе, я играл и против Бейсмента, и против Туд Роц, и против Туд Роц было немножечко сложнее. Там уставники дают принимать мяч, и сразу на борьбе, там очень высокие планы. С Бейсментом было полегче, всегда могут принять решение. Они сами играют, бестяще играют, но и дают играть. В таком футболе, если противостоять 2 команды, одна циничная, рациональная, другая весёлая, и играющая выигрывает циничная. Так что Туд Роц говорит. Я тоже за Туд Роц, если что. Поэтому посмотрим, что будет. Давайте вот у этой девочки спросим, за кого она сегодня будет болеть. Камилочка, здравствуй. Как твои дела? Всё супер. За кого ты сегодня будешь болеть? Не люблю такие вопросы. Провокационный вопрос, но всё-таки есть фавориты? За Акбарс. Казахский Акбарс. Красава. И Спартак. За него я вчера болела, но, к сожалению... Ставку делала? Нет, ставку я не делала. Вот ставка, это вот деньги. Наверное, была единственная, что не менялась. Да, к сожалению, вот так. Ты сегодня пойдёшь на вечеринку поиску? Как сложится? Может, там Роман Акбрис. Да, я уже у него за это задал вопросики. Пришёл? В общем, за красивый футбол. Да-да-да, конечно, чтобы было без травм, чтобы с судьями всё было хорошо. Я имею в виду, что без этой агрессии, которую очень любят наши ребята. Ну, 5 миллионов, это правда. Одна? Честь тоже нужна. Вот так вот. А у этой девушки не надо было для рождения. Давайте я поставлю. Спасибо. Окей? Спасибо. Ребят, ну вот это Эрик, вот тот легендарный Эрик, который в начале первого моего отбора на спорте сказал, что у меня сраные носки. Вот. Короче, сегодня его команда вышла в финал. Вот. И я, кстати говоря, буду болеть за вас, потому что я хочу, чтобы вы выиграли трофей. Именно это будет первый ваш трофей в истории клуба Туба. И не последний. У нас другая команда, в принципе, финал-то и нет. Ну, в общем, посмотрим. Сегодня будет очень интереса за Рома. Что вообще скажешь вот по поводу атмосферы в команде? Как ребята настроены? Потрясающе. Просто у всех глаза горят, все хотят победы. То есть мы думаем им на матч. Мы не думаем, победим мы, проиграем мы. На самом деле для нас важна атмосфера, что мы находимся здесь со своей семьёй. Ну, это понятно. Да, поэтому для нас самое главное, да, это атмосфера. И мы довольны настройкой бойбой. Окей, Корж сегодня выйдет? Да. В старте? Я уже говорил об этом, да. Прекрасно. Короче, ребят, я не буду многословен. Я вам желаю очень классной игры, чтобы вы круто сыграли. Спасибо. Вот так вот. Вам победы. Счастливо. Ну что, ребятки, вот мальчик как раз уже подготовится. Где-то минут через сорок уже начнется здесь за Рома. Там тренируются тут дротцы, тут бейсманды. Вот. Поэтому ждём, ждём, ждём. Я уверен, сейчас мы ещё кому-нибудь подойдём, спросим. Парочку вопросов зададим. Ну, что они думают вообще по поводу всего-всего происходящего и так далее. Потому что вот мы уже увидели, вон, Эрикьяно, наш бывший броук, братан. Сейчас он за бейсманд крутится. Вот. Будет очень интересно выйти вообще на поле или нет. Так, вот бейсманды выходят, ребят. Вот. Это их команды. Добро, конечно. Чтобы всё хорошо было. Главное без трав. Карет. 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 Ребят. Можно вам задать пару вопросов? Вы хотите тоже создать свой клуб? Есть планов, да? А вообще каких игроков хотите? Сейчас не могу сказать точно, каких именно по фамилиям мы будем набирать игроков. Но игроки у нас есть. И нужно просто сбалансировать состав. Придумать, что будет всем руководить. Придумать легенду всему никому. Вы понимаете, что мы говорим? Да. Попробуйте заявить. Ждем вас! Ура! Ура! Да! Кого нахуй даете, блядь? Ура! 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 Писажи! Закрывайте финал! Вы не могли мечтать об этом! Какой «ра-ле-от»озданец будет ему отдачивать! Вот после этого точно можно заканчивать. По-крайней мере, на сегодня. Никто не мог даже подумать, что будет таким этот финал, что там будет такой великий гол. Пускай и погода, как может быть, в каком-нибудь Лондоне у Крюмом, но это гол из праздничного, солнечного, пляжного футбола в падении через себя. У Ронолда сейчас зрачки расширились, когда он это увидел. Ба-бам! 3-0. Ребята, вы просто не поверите, это был нереальнейший гол, просто нереальнейший. Взяли, блин, и ножницами долбанул, прям в дальний угол сбивает третий мяч, счет 3-0. Прикиньте, 3-0. Взяли, блин, и ножницами долбанул. Красавчик, наш пацан. У меня сейчас нет слов, я понимаю. Они эмоции. У меня просто эмоции. Ну все, мы победители. У нас трофей. Просто красавчик. Молодцы, вы это сделали. Спасибо. Спасибо, спасибо, ребят. Ты сегодня болел, красава просто. Блядь, я все уложил. Не, реально, черный. Я сейчас уже по-самам. А ты не хочешь выйти на поле, вон, как-нибудь со с нами? Я вышел. Нет, как игрок. Я не футболист, спасибо. Да ладно, ну помню, как ты в девятку тогда засадил. Все, отстать, а я согрелась его. Все, давай, снимаем, братан, это победа. Ну что сказать, ребят, это конкретная победа команды Тудроца. Их первый трофей. И, надеюсь, не последний. Поэтому что сказать, игра была очень захватывающая. Мы сейчас на стадионе до сих пор, сейчас церемония награждения идет. Вот они как раз поднимаются. Очень понравился гол Кутуза. Через себя это было, ну, что-то с чем-то, серьезно. Поэтому, ну, что сказать. Подписывайтесь на меня, ставьте лайкосики. И я надеюсь, что этот влог был самый крутой. Именно вот за этот квартал, как я нахожусь в медиафутболе. Поэтому, ребята, подписывайтесь. Подписывайтесь также на мой телеграм. Там очень много всего интересного будет. Ну и также спасибо всем, кто вообще пришел. Сегодня было очень много народу. Реально очень много народу. Я со многими даже познакомился здесь людьми. Вот, поэтому это реально было круто. А сейчас мы поедем, знаете куда? На тусы.